друзья мои всем привет также приветствую всех гостей на моем канале достаточное видео по способам набора петель а вот по закрытию нет ни одного поэтому буду исправляться хочу сегодня показать вам один из способов закрытия петель при помощи накидов к себе и обратно будем разбираться с накидами этот способ очень эластичный и на мой взгляд один из самых лучших для закрытия петель в детских изделиях таким способом я закрывала не из баечки когда вязала спортивный костюм сыну есть один важный момент для закрытия петель для этого способа я всегда использую спицу меньшего размера например основное полотно я вижу на тройке а для закрытия беру дополнительную спицу меньшего размера двоечку или два с половиной так край выглядит более аккуратным я сейчас покажу как закрыть петли резинки 1 на 1 вот как выглядит и резиночки 2 на 2 давайте начнем с резинки 1 на 1 я связала небольшой образец все петли я провязывала бабушкиным способом как лицевые так и изнаночные для такого закрытия я обычно использую спицы на пол размера меньше основных но так как это просто образец буду использовать те же вы можете взять спицы поменьше потоньше первую кромочную петлю снимаем на правую спицу не провязывая дальше у меня идет изнаночная петля весь изюм здесь в накидах перед изнаночной петлей мы будем делать один накид а перед лицевой другой перед изнаночной петлей мы будем делать накид от себя это тот накид который мы чаще используем в вязании то есть проще говоря обычный накид набрасываем нить на спицу накид называется от себя потому что нить уходит от нас набросили нить на спицу дальше провязываем эту изнаночную петлю и теперь протягиваем изнаночную петлю через накид заходим в накид и просто набрасываем его на эту петлю которую мы провязали набросили теперь протягиваем эту петлю через первую протянули лицевая петля здесь у нас будет необычный накид накид на себя тот который мы мало используем то есть набрасываем нить нить смотрит на нас вот она на меня смотрит набросили и теперь провязываем лицевую петлю протягиваем эту лицевую петлю через накид с лицевой стороны это не очень удобно делать зайти в этот накид заходим набрасываем на эту лицевую и эту лицевую протягиваем через первую петлю вот так вот закрыли вторую изнаночная до обычный накид набрасываем на спицу нить от нас провязываем изнаночную заходим в накид набрасываем его на петлю и протягиваем эту петельку через первую лицевая не обычный накид накид на себя нить на нас смотрит провязываем эту лицевую петлю сейчас покажу как я это делаю с лицевой стороны я уже говорила неудобно заходить в этот накид поэтому я захожу с изнанки вот так вот захожу в этот накид вот он протягиваю петлю и протягиваю через первую обычный накид мне кажется новичкам будет проще запомнить обычный и необычный накид по крайней мере я так училась здесь необычный накид провязываем итак мы закрываем все петельки обычный придерживаем этот накид чтобы он не слетел со спицы так последняя петля изнаночная накид от себя провязали набрасываем накид и протягиваем эту петельку через предыдущую обрезаем нить затягиваем петлю вот такой край получился с резинкой один на один надеюсь все понятно давайте теперь быстренько покажу на резинке два на два принцип закрытия один и тот же здесь я уже беру спицу потоньше так как это изделие а не образец убираю маркер кстати когда закрываешь петли спицей потоньше и край получается более красивым и закрывать полегче начало ряда у меня здесь две изнаночные петли отличие от резинки один на один разворот петли так как это вязание по кругу петлю мне развернулись провязывала я и изнаночные петли и лицевые бабушкиным способом вначале но закрываем также первая петля изнаночная первую я провязываю за дальнюю стенку у меня здесь это будет первая петля через которую мы будем все остальные протягивать до следующая изнаночная делаем обычный накид придерживаем его пальцем чтобы он не соскочил провязываем эту изнаночную петлю набрасываем на нее накид и протягиваем через вот эту петельку самую первую дальше лицевая петля на себя необычный накид провязываю с изнанки заходим в накид набрасываем его и протягиваем все то же самое следующее лицевая основа точно так же накид на себя провязываем с изнанки зашли набросили и протянули изнаночная петля обычный накид провязываем набрасываем и протягиваем набрасываем накид и протягиваем через предыдущую петлю обрезаем нет я уже это сделала и теперь при помощи крючка соединим это наша лицевая сторона разворачиваем на изнаночную захожу вот первую петлю лицевую на изнанке захватываем нашу петлю и ниточку затягиваем я закрыла все петли посмотрите какой край получается у изделия красивый аккуратный и еще достаточно эластичный что немаловажно для детских изделий как я говорила способ очень простой и легкий главное не запутайтесь с накидами где какой нужно провязывать перед изнаночной петлей мы делаем обычный накид нить от себя а перед лицевой петлю необычный нить к себе спасибо всем за просмотр ровных вам петелек мои хорошие и до новых встреч